Здравствуйте! С итогами дня программа «Вовремя» в студии Станислав Стоянов. Главная тема выпуска. Продолжение следует... 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 Это комплексный аппарат, он состоит из трех аппаратов, то есть риограф, эхоэнцефалоскоп и электроэнцефалограф. То есть он позволит за один раз произвести три обследования. Метод этот очень популярный и мы очень рады, что он доступен теперь в нашей больнице. Дети, получающие лечение на базе республиканского неврологического отделения, республиканского психоневрологического отделения, получают стопроцентное обследование на данном аппарате бесплатно. Кювезы, столы реанимации, аппараты ЭКГ и эндоскопы для самых маленьких. Новое оборудование уже помогло установить точный диагноз и оказать помощь сотням малышей со всей республики. Не только оборудование, а сами больницы должны соответствовать современным требованиям, говорят в Минздраве. Мы провели в целом инвентаризацию по всей отрасли здравоохранения. И только на самые необходимые, самые неотложные мероприятия по ремонту фасадов, кровель, отмосток и приведению территории в должный порядок по здравоохранению необходимо выделение около 150 миллионов рублей. К сожалению, за счет бюджетных средств мы в настоящее время такую сумму выделить не можем. И поэтому перед всеми руководителями лечебно-профилактических учреждений поставлена задача именно решать вот эти все санитарно-технические вопросы за счет собственных средств. Бендерская детская больница. Три шестиэтажки. В 80-е она строилась как центр санавиации для обслуживания Юга Молдавии. С тех пор, вот уже 30 лет, в этом огромном комплексе капитального ремонта не было. Но ежегодно проводят косметический из фонда платных услуг. С наступлением тепла снова за кисти и краски возьмутся медработники. В этом году мы в районе 100 тысяч рублей потратили на хозяйственные нужды. Это ремонты. Ремонт больницы, ремонт покраска стен. Площади, которые покрашены, измеряются тысячами метрами. То есть, 1402 квадратных метра, я помню наизусть, это за год покрашено. Тоже надо знать, что красим мы собственными силами. Медицина и далее останется в приоритете у государства. Программа по приобретению медицинского оборудования, отметили в Минздравоохранение, будет продолжена и в 2016 году. 25 лет истории и неизменных традиций. В этом году четверть века со дня возрождения на берегах гнестра казачества. Атаманы, сотники из Саула со всей республики подвели итоги работы за этот период на Большом круге Черноморского казачьего войска. Подробности у Никиты Кондратова. Большой круг Черноморского казачьего войска начался с молебна. Ведь казак, в первую очередь, это православный христианин. Аминь. За веру и верность – главный девиз казаков. В 1992 году они одни из первых взяли в руки оружие. Плечом к плечу с ополчением и гвардейцами казаки противостояли агрессорам на подступах к дубосарам. Отбивали бендеру молдавского опона. Возрождение казачества на берегах гнестра происходило в самое тяжелое для республики время. Мы с вами вместе отстояли республику. И сегодня пришло время, когда необходимо еще раз доказать всему миру, что Приднестровская Молдавская республика как была, так и остается единым, монолитным государством с единой идеей. В мирное время казаки продолжают нести службу. С 1993 года Черноморское казачье войско охраняет границы Приднестровья. Как и столетия назад, вы с честью служите интересам Родины. Охраняйте государственные границы, обеспечивайте стабильность развития нашего государства. И как сегодня уже отмечалось, действительно, наша республика, как никогда ранее, нуждается во внутренней консолидации. Консолидации всех органов государственной власти, общественности. Одно из приоритетных направлений работы казаков – это военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Они готовят молодую смену будущих защитников республики. В жизни казачества начали принимать участие девочки. Я думаю, что в этом направлении нужно усилить работу. Если мы говорим, что мы народ, а девочки – это будущие мамы, а мы знаем, что основу человека закладывает мам. Юбилей преднестровские казаки отметят 17 декабря. Именно в этот день, 25 лет назад, состоялся первый казачий сход. Никита Кондратов, Алексей Двоенкин. Первый преднестровский. Кто такой преднестровец и кто такой россиянин? В режиме онлайн студенты Нижегородского государственного университета имени Лобачевского и Приднестровского госуниверситета обсудили проблемы самоидентификации молодых людей в Приднестровье и России в рамках единого культурно-исторического пространства. Инициаторами конференции выступила российская сторона. Хочу представить, как круг участников, это студенты наших двух основных факультетов, общественных наук и юристов факультета, это активисты. Зачатки национальности, народности Приднестровья, они уже присутствуют. Национальность невозможно сформировать за 25 лет. Но тем не менее, народность или этнос Приднестровский, он сформирован. Мы с моим коллегой с Нижнего Новгорода, будучи здесь делегатами на одной из международных конференций, проезжали в Рыбницком районе. И у нас есть такой интересный момент, когда народ, разговаривая в одном предложении, может употребить три языка и понять друг друга. Вот мы его называем Приднестровским языком. Это очень важно. Особенно это важно сегодня, когда мы видим такие серьезные социальные сдвиги. И мы это наблюдаем и в соседних странах Молдавии, в Украине, где мы видим как раз именно борьбу идентичности. Во время онлайн-дискуссии с докладами по данной проблематике выступили студенты двух университетов. Разбирали вопрос с российской и преднестровской точек зрения. Во время конференции не раз звучала «Преднестровье – неотъемлемая часть русского мира». Сегодня в Тирасполе прошел третий тур и республиканская предметная олимпиада. Более 300 школьников со всей республики собрались, чтобы принять участие в битве умов. Первый тур прошел на уровне школ. В рамках второго отобрали самых сильных на уровне городов и районов. И вот теперь на третьем, заключительном, собрались представители со всей республики. Эти олимпиады, естественно, очень значимы как для нас, для Министерства просвещения, так и значимы для самих учащихся, и для, естественно, родителей, и в первую очередь тоже для педагогов. Отбор происходит таким образом, что ребенок сам выбирает свой путь. То есть невозможно никого заставить пойти на тот предмет, на который он ему абсолютно не нужен. Поэтому это уже идет целевой отбор. Предметы, которые участники олимпиады сегодня сдают, скорее всего, станут профильными. Большинство школьников уже определились со своей будущей специальностью и точно знают, куда пойдут учиться. Понадобится даже очень. Все равно прийти не тот рабочий, у которого есть хотя бы как минимум один язык. География может много дать современному человеку. Например? Например, люди, которые любят путешествовать, это им жизненно необходимо. Это во-первых. Во-вторых, география открывает новые горизонты. Волнуются участники олимпиады. Вместе с ними переживают их родные. Преподаватели стараются поддержать. Ребенок без учителя и учитель без ребенка ничего не достигнет. Поэтому это совместный труд очень большой. Дети готовятся, дети хотят. Они читают, они любознательные. И я думаю, что все-таки совместный труд. Проверять олимпиадные работы будут предметные комиссии Госуниверситета. Результаты станут известны уже завтра вечером. Конкуренция очень высокая. Факультеты борются за каждого нашего будущего студента. Для этого проводится большая профориентационная работа. Наши педагоги работают с преподавателями школ. Наши студенты выезжают в школы, районы, городов для того, чтобы продемонстрировать все успехи наших факультетов. И, конечно же, у наших выпускников школ сейчас есть выбор. И они понимают, какие факультеты добились наилучших результатов, где они смогут себя раскрыть в полной мере, будучи уже студентами. Николай Стоянов, Александр Левицкий, Первый Приднестровский. Сила в единстве. Музыкальные коллективы Террасполя призывают приднестровцев не быть равнодушными к судьбе Максима Бондаренко. У мальчика онкологическое заболевание. Чтобы помочь семье собрать необходимые для лечения деньги, 30 марта в Дворце Республики пройдет благотворительный концерт. О подготовке к нему расскажет Анна Денисова. Музыкальный коллектив Black & White о вкусах не спорит. В репертуаре группы множество композиций, как отечественных, так и зарубежных авторов. В благотворительных мероприятиях музыканты участвуют уже в третий раз. Трем землям мы смогли помочь. И на самом деле это очень приятно после этого получить удовольствие, видеть улыбку тех детей, которым нуждается помощь. 30 марта во Дворце Республики в помощь пятилетнему Максиму Бондаренко пройдет благотворительный концерт. Коллектив Black & White также примет в нем участие. Программа мероприятия будет насыщенной. Музыканты не раскрывают всех секретов, но обещают – будет интересно. Государственный квинтет Либерти даже изменит свой сценический образ. Коллектив принял решение участвовать в концерте именно в этих майках, поскольку это символ единства, символ взаимопомощи. И объединяющий момент для того, чтобы мы могли все вместе сплотиться и сделать доброе дело, помочь ребенку нуждающемуся в лечении. Квинтет Либерти в благотворительных акциях участвует не первый раз. Все началось с 2012 года, когда коллектив выступал с концертом в помощь сыну своего коллеги. К счастью, сегодня с мальчиком все в порядке, но этот концерт стал важным таким этапом для нас. После него все, что касается благотворительных выступлений, для нас имеет какую-то сакральную важность. Музыканты призывают приднестровцев не обходить стороной проблему Максима Бондаренко. Деньги с продажи билетов пойдут на лечение мальчика. Анна Денисова, Алексей Двоенкин, Первый Приднестровский. В Террасполь состоялся симфонический концерт «Юные таланты Приднестровья». На одной сцене творческий проект собрал исполнителей детских музыкальных и школ искусств со всего Приднестровья. Произведение мировых авторов в исполнении «Юных дарований» слушала и Елена Костелей. Открыла концертную программу ученица Рыбницкой детской музыкальной школы Ольга Фонарюк к произведениям итальянского композитора Антонио Вивальди. В этот вечер со сцены Дворца Республики звучали произведения композиторов с мировым именем. Для некоторых из исполнителей это первое публичное выступление с оркестром. В зале их поддерживали педагоги, родители и друзья, вместе разделяя успех юных музыкантов. В таких концертах я уже участвую не впервые, но все равно волнуюсь, когда выхожу. Играть с оркестром – это для меня большая ответственность. Выступление маленьких исполнителей совместно с Государственным симфоническим оркестром – это одновременно и награда, и своего рода творческое испытание, рассказывают участники. Этот концерт мне дает возможность еще раз раскрыть себя, показать свой талант и показать в общем мою игру. И благодаря этому концерту я раскрепощаю себя, свои чувства, убирается боязнь. Своим виртуозным исполнением удивил и Эммануил Донич. Ученик Днестровской школы искусств отыграл концерт для фортепиано с оркестром английского композитора Алика Роули. Когда играешь за фортепиано, а рядом с тобой переплетаются различные звуки музыкальных инструментов, и ты уловил этот музыкальный порыв, и еще публика на тебя смотрит, это очень здорово. Данный творческий проект – это показатель уровня культуры и отношения к талантливым детям нашей республики, говорят организаторы. Из этого проекта многие вышли уже знаменитыми, стали знаменитыми, можно сказать, даже музыкантами. Работают в многих странах мира, представляют наше Приднестровье, которые помнят, откуда они вышли, откуда они родом. Не каждый оркестр проводит такие концерты, не всем это удается. У нас в Приднестровье это удается. Мы делаем большую, огромную подготовительную работу. И вот вы видите, как принимала публика. Все, кто желает послушать юных исполнителей, смогут сделать это в воскресенье. 27 марта состоится еще один концерт «Юные таланты Приднестровья» совместно с Государственным симфоническим оркестром. Елена Костелей, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Это были главные новости. Все материалы есть на сайте нашего телеканала. Прямо сейчас о погоде. 27 марта в Москве ясно, ночью минус 6, днем плюс 2. В Киеве ясно, ночью минус 2, днем плюс 7. В Кишиневе пасмурно, ночью минус 2, днем 9 градусов тепла. В нашей республике, по информации Гидрометцентра, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман, ветер северный 5-8 метров в секунду, атмосферное давление выше нормы. Температура воздуха по северной республике ночью от минус 1 до минус 3, днем 8-10 градусов тепла. По югу ночью от 0 до минус 2, днем 9-11, со знаком плюс. В последующие сутки ожидается погода без осадков, небольшое повышение температуры воздуха. Спонсорами эти выпуска с этим магазином бытовой техники «ХайТек». Такими событиями запомнился этот день. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Хорошего вам вечера в компании с Первым Приднестровским.